привет народ с вами сегодня снова я Евгений Пугучин из Израиля и мы с вами продолжаем говорить о бариатрии конкретно о витаминах которые мы должны будем принимать после любой бариатрической операции кроме кроме бандажирования кроме кольца я про кольцо говорить не хочу потому что как правило у него побочек много и операция не неудачная это уже известно научный факт поэтому мы не будем про нее говорить значит так как правило после любой бариатрической операции любой бариатрик должен принимать витамины мультивитамины и прочее 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 в принципе когда вы выписываетесь из больницы вам дают список витамин который вы должны брать в первой неделе 2 мы должны брать как правило мультивитамины сосательные их я советую брать у вас в стране даже и не думая просто берете их и еще раз по свету вашего врача спросите какими ну как правило это детские витамины компании центрум я знаю что у нас в стране это центрум израиль детские сосатели вкусные сладенькие как бы все класс но когда недели две-три проходит нам надо брать таблетки теперь витаминов есть очень много и в этом видео хотел бы вам показать и поделиться теми чем пользуюсь я и самое главное эти витамины одобрали мои диетологи мои врачи которые многие занимаются иногда к ним хожу и показываю спрашиваю ребята это можно это нельзя показываю ссылки и они смотрят по данным и говорят да или нет теперь сразу заранее говорю ребят это видео рекламное это рекламное видео я прямо говорю ведь я не этого не стесняюсь но при этом потому что рекламная выглядит рекламная штука вы получаете скидку при заказе я говорю сейчас конкретно сайте ахерб который много о нем много кто говорит но как правило люди которые рассказывают про него говорят вот я купил на самом деле может у него продукта этого и нет и все хорошо у меня у меня все окей у меня это добрый это или штуки одобрены поэтому меня с этим никаких проблем нет я практически еще раз все в любом видео что я вам говорю это всего лишь мои советы окей это не прямо вот скажу так приказ к действую или без действую всегда даже то что вам говорю я сомневайтесь подвергайте сомнению уточняйте у вашего врача можно ли вам все что я показываю вам во всех видео основано только конкретно на моем опыте давайте как будем дружить и поймите меня правильно я рассказываю показывают то что мне разрешили это не значит что вам это можно я надеюсь что можно потому что если мне это разрешили то скорее всего вам тоже можете видеть что есть много видео на ютюбе что вот человек вообще не показывает сам продукту не показывают вот у меня но есть да вот у меня но есть а вот просто говорит вот берите это и будет вам хорошо я не из тех я люблю показывать если мы говорим о протеине допустим что каждый бариатрик желательно особенно в начале пути должен брать вот у меня стоит тут тот который который на данный момент пользуюсь я почему зачем для чего нужен белок протеин объясню каждой трапезе человек который кушает сейчас неважно бариатрика это или нет неважно сколько грамм белка вы в себя всунете организм из еды вытащит максимум если я не ошибаюсь 25 или 30 грамм белка за одну трапезу когда вы принимаете белок как шейк или коктейль то организм усвоит больше кстати если вам интересно напишите мне в комментариях если вам к вам коктейль невкусный и хотели бы вы сделать из коктейля обалденное мороженое которое будет и полезное и вкусное и дополнительных калорий там не будет именно то что можно бариатриком если вам это интересно скажите мне я прям при вас для вас специально приготовлю покажу и расскажу теперь же будем говорить о витаминах одна из распространенных проблем после бариатрических операций как правило в шунтировании или минишь шунтирование поскольку у нас меньше скажем так витаминов поступает у нас проблемы с зубами волосами и ногтями конкретно для этого есть решение вот биотин биотин тут кстати 1000 миллиграмм на одной таблетке это очень мощная штука они странные шампуни кстати с и кстати шампуни с и биотином тоже я ссылку оставлю я здесь зубы принести у меня есть шампунь и кондиционер потому что у меня поначалу волосы вылазили просто пипец до полугода потом это уменьшилось статьи я потерял за это время два зуба один зубы мудрости а второе мне просто были там проблемы и он ушел а так сейчас на сегодняшний день не зубами все хорошо теперь какие витамины нам надо принимать в принципе у меня до этого было очень много всяких разных интересных витаминов пока я не нашел один специфический теперь хочу кое-что сказать что он почему я начал видео сказать что это рекламное видео объясняю у меня в каждом видео под каждым видео есть описание что есть сайта herb есть ссылка с моими продуктами есть промокод мой от меня что это за промокод когда вы его вставляете вы делаете покупку у вас появляется опция использовать промокод по моему промокоду вы получаете 5 процентов скидки как правило на весь herb иногда у herb устраивает распродажи и прочее вы можете получить не пять процентов а 15 процентов поэтому обязательно когда вы делаете покупки через herb воспользуйтесь данной ссылкой для вас приятно и мне приятно вы получаете за этот бонус как бы да вы вы платите меньше и я получаю тоже свои свои пару копеек если вы не вас не пользуетесь промокодом вы просто не получаете скидку и платите обычно по обычной цене а тут у вас и собственно получить пять процентов скидки я искал мультивитамины я пользовался разными я искал какой-то витамин для борьбы мультивитамин который будет просто мультивитамин а конкретно что-то гораздо лучше и я наконец-то я нашел вот бариатрик мультивитамин натурелло вот эта баночка тут в этой баночке 60 капсул теперь достаточно в день всего одну капсулу но это не значит что вы взяли одну капсулу и все теперь для тех кто сделал слив кто сделал резекцию желудка скорее всего этого будет больше чем достаточно потому что если вы посмотрите на состав может кликнуть по ссылке и вы увидите эти витамины вы увидите что тут ну прямо ну очень много всего очень много всего но 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 надо кое-что понимать витамин b12 которая тоже ссылку на его оставлю они разные есть они вот вот такие вот есть вот такие они разные есть эти таблетки эти мульти это не из нас не мульти витамина b12 вы должны понимать мульти витамин мультивитамин черный это слово блинками прилип витамин b12 когда вы его принимаете внутрь он при воздействии кислоты перестает работать и он не попадает к вам в кровь чтобы мульти витамин опять мульти да что ж такое чтобы b12 рассосался и правильно зашел в тело вы должны его класть под язык этот таблет как сосательная почему под язык если кладете под язык она впитывается гораздо круче и лучше поэтому витамин b12 желательно купить отдельно и класть его под язык дальше 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 те кто сделали шунтирование или мини шунтирование вы должны помнить одну вещь что у нас с вами кальций не усваивается вот он зашел и вышел в тело не попало от слова совсем даже если попало савик совсем чуть-чуть тут есть что-то тут как бы это есть но нам это не важно у нас есть две опции решения проблем одна это вот таблетки это называется что нам нужно нужно принимать кальций цитрат ok я в таблетках давно уже перестал пить у меня еще пару штук тут осталось вот я перешел на вот эту вот штучку кальций магнезию это все цитрат и плюс тут есть добавка витамина d3 они из разного вкуса это вкуса смородины черной они еще раз вкус вкус и всякие разные интересны обязательно перед применением хорошо взболтать и тут написано сколько нам надо нам надо примерно одну ложку столовую и все тут витамина д 500 кальций который цитрат 600 и миллиграммы магнезии 300 теперь если вам ваш лечащий врач говорит что вам нужно брать больше все очень просто вы смотрите сколько тут есть и берете по нужной вам концентрации просто если вам нужно не одна ложка берите две ложки но это еще разница от врача теперь если у вас вдруг проблемы с железом и мало железа вот с виноградным вкусом пожалуйста капельки тут у вас написано сзади 0.5 миллилитров и этого хватит на 120 порции грубо говоря пожалуйста вот вы поймите что все витамины и мультивитамины если вы можете принимать как жидкость она будет лучше они лучше впитается естественно b12 как мы уже говорили под язык а мультивитамины желательно брать внутрь теперь есть еще железо есть сейчас их их них очень много видов которые мне разрешили дальше чуть не забыл чуть не забыл витамин d3 витамин d3 можно пить по-разному есть разные концентрации если мне не изменяет память вам после операции нужно то ли полторы тысячи то ли две тысячи ю а и в день здесь же 10000 очень грубо говоря вы можете раз в пять дней принимать одну такую штучку сейчас я вам покажу это не совсем таблеточка это такая небольшая оболочка желтая съедобная и вот сама этом жидкость находится вы взяли одну раз в пять дней и у вас все все хорошо естественно этот витамин d3 есть также и в и в мульте витаминах да он есть он присутствует значит и я даже проверять не буду он скорее всего должен там быть но лучше его брать отдельно и тогда все будет у вас хорошо вы можете пользоваться ссылками которые я вам дал но мой дружеский совет все что я вам здесь показал из того что принимаю я это мой опыт мне разрешили желательно чтобы посвятались с вашим лечащим врачом диетологом эндокринологом можно ли вам принимать эти я не буду говорить пищевые добавки потому что это витамины то не пищевые добавки и это большая это громадная разница я никогда не буду рекламировать туфту шлак чем я не пользуюсь я себе не враг моё имя дорогого стоит я зарабатывал на это имя довольно длительный срок чтобы показать и доказать кто и что я поэтому мне моим имя дороже я обещаю вам что моих видео не будет рекламы того чего вам просто не надо поэтому я говорю прямо если вы сделали слив резекцию желудка этого одного вам по идее достаточно может быть даже обойтись любимыми простыми дешевыми мульти витаминами может быть может быть да но я из тех что я не буду в свой организм травить и пихать в него то что мне тупо не надо а любого вариаторикам всем нужно пить витамины это известный факт я знаю людей которые уже лет 15 после шунтирования они уже давно не пьют витамины но также я знаю не очень хорошие примеры недавно группу я просто нахожусь в израильской группе по бариатрическим операциям по разным на фейсбуке и был случай интересный и не один их много бывает к сожалению еще раз не то что прям каждый день я слышу но бывает проскакивать что девчонка одна молодая сделала шунтирование желудка полгода все было нормально она перестала принимать и витамины перестала ну перестала хреновенькая была ну врач играть и надо брать и витамины ну ничего страшно ничего страшного девчонка впала в кому откачивали долго откачали все окей она вышла с комы и теперь она витамины принимает каждый день так как надо потому что она поняла не дай бог вам до этого дайте будьте здоровы